Вот яны полезкие оболоты, где людей литерально гнаили. Их трымали без воды ежи. Яны спали на голой земле, а тогда температура поветра опускалась ночью до минус 15. Разводить в огнище заборонялась. Личится, что вязньо тогда наумысно заразили тыфом, как выкарастовывать их, как биологичную зброю, супрять наступающих советских войсков. Дарогой смерти пройшел и гамильчанин Миколай Мишохин. Ему было всего два с половой годы. Кали подоноси полицая, некольки семья у его родных трапили закраты лагера смерти. С 13 детей отсюда муцелели шастера. Было у нас 11 взрослых. То есть дедушка с бабушкой, 6 невесток дедовых сыновей и моя мать. У нас было 13 внуков. Всех. Когда мужчины ушли на немецкие работы, то мать с бабушкой разожгли костер, чтобы нас, детей, согреть. Немец пришел и расстрелял и бабушку, и мать. У створения Азарыча удельничал генералитет вермахта. Гитлер особист затвердил план, распрацованный немецкими медиками. У 44-м советская армия наступала. И по задумке нацистов хворые повинны были стать живым счетом. По сутности, у Азарыча хупершенюг истории была выкарыстана бактериальная сброя. Об этом со связьми на вачах рассказывают удельники жалобного митингу. Он проходит на место, которое стало братской могилой для тысяч мирных жихаров из некольких районов Белоруссии и России. Моя семья имела некоторые отношения к этому лагерю. Тут моя жена была, тут тёжца была. Условия были ужаснейшие. Пили жижу молотную, ели кору, ничего же нельзя было. Мы должны сегодня нашей молодежи рассказать, что такое война, какое горе, боль она приносит, чтобы они знали. И чтобы они не поддавались сегодня на некоторое негативное высказывание. Именно мы должны жить единой, дружной семьей. На жалобный митинг памяти приехали былые вязни лагера смерти из разных городов Белоруссии и России. Гэтые люди выжили цудом и сами деву даются. Як такое было махчыма. А зарычи вызволили 19-го соковика 1944-го. И гэтый день былые вязни лишать своим другим днём нараджения. Мир таки крохки, давайте его сберегать. Закликая старейшее поколение, молодь отказывая. Зробим усё, каб захавать мирное небо. Благодарим поколение всех, кто сражался с врагом, что мы сегодня живём, учимся в прекрасных школах, имея все социальное благо жизни. И в знак памяти и благодарности мы будем делать всё возможное, чтобы подобного в нашей республике не было. У той час, калю в разных концах света гучать заклики переписать историю, митинг-реквием на месте концентрации на галахера у Азарычах мае символичный сенс. У память про загинувших усех, кто выходил до микрофону, закликали до згоды и толерантности. Наталья Игнатенко, Александр Харлампоу, Калинковицкий район.